рустам привет тут можно сказать у нас передача закрытый показ раньше была такая передача на российском телевидении где смотрели фильм потом его обсуждали вот я только что на примере посмотрел твой фильм о поездке в ханкинди вот надо сказать он он был очень интересный давай его обсудим скажи пожалуйста это твоя первая поездка вот скажем так в карабах или до этого уже бывал например я не знаю физули физули многие ездят привет спасибо большое за приглашение вот ты первый скажем так да журналист которому я даю комментарии на вот эту вот примеру своего видеорепортажа из карабаха дело в том что я был в двадцать втором году в шуше всего на три часа мы полетели самолет он значит до физули оттуда нас повезли там был форум это еще тогда значит армянское население проживало в карабахе частично да и собственно говоря сам город городе ханкинди вот и все это вот был единственный раз тогда и потом у меня никаких поездок до не было и честно говоря и незачем мне было наверное ехать на тот момент я все хотел поехать туда когда хочу армяне живи в городе оставались там потом наступила эта блокада да вот в декабре 22 года и уже я понял что никаких вариантов не будет вот так вот и сейчас когда уже разрешили всем гражданам азербайджана посещать город хотя отмечу что сама локация как бы вот в портале она не указана как ханкинди ты можешь выбрать там три destination это значит шуша это на лачин и сугоушан это бывший мада из красивое водохранилище вот она собственно является точкой притяжения нас кстати вот сейчас сейчас я соврал потому что я еще был в июне вот в этом мадаизе бывшем который сейчас называется сугоушан я был недалеко я был на фталане на лечении а там они построили новые наши построили новую дорогу и за 20 минут оказываешься вот в этом селе сугоушан и село талыш это вот первые два села которые были освобождены в двадцатом году со стороны севера вот и я вот когда находился санаторий я решил что в чем не выпускать свои возможности вот тогда вот первый раз я самостоятельно начать на портале зарегистрировался до этого регистрировала компания через которую я ездил в двадцать втором году в шушу вот опять же скажу что это было самолетом до физики впечатления были удручающие на самом деле у меня тогда вот и я честно говоря в этом никому не рассказывал потому что у меня не было никаких материалов я просто поехал чисто по работе я могу сказать о себе что я был в туговушании талыша тогда дорога туда лежала через буквально танковую колею я так понимаю что это был такой ров по которому в свое время городу подбирались танки мы ехали вот на джипе и видел сцену такую как разбитый разбитый армянский грузовик с него солдаты откручивали номер вот и наш сопровождающий подъехал сказал слушая дай мне номеру ему дали номер и не знаю зачем как предмет коллекционирования оттуда до вывозили тогда армянский грузовик да 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 это видимо было как трофей да вот это лыше сагавышан были очень скажем так ну со следами со следами конечно солдатского присутствия там они были военнослужащие но ну дома были исписаны вот примерно как как в твоем фильме татик папик исписан но хуже намного хуже вот это в основном там не было оскорблений это были автографы действительно там собер аббат не знаю там ну да да честно говоря оскорбление тоже не видел населенные пункты откуда были военнослужащие но внутри в домах сложно мне сказать что это сопровождающие говорили что это следы обыска то есть на предмет мин там ловушек вот чего-то но мне иногда казалось что это все-таки такое откровенное оглумление но зачем зачем не знаю разрывать шкаф с одеждой вот когда там прости чужое нижнее белье висит на заборе вот какое какое объяснение можно этому дать только такое да давай ты говорил про портал но наши же не все зрители знают что за портал я так понимаю портал который называется ёлумус караба да 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 это именно тот государственный портал который был предоставлен нашим правительством для посещения деоккупированных территорий вот и он с момента по моему 21 года он работает этот портал под значит егидой министерства внутренних дел как я понимаю вот потому что там есть разные посты которые ты проезжаешь да вот вступая вот уже нам допустим если ты едешь со стороны борды и заезжаешь значит на территорию акдама там вот стоит большой плакат о том что внимание вы значит пересекаете сейчас территорию которая была оккупирована вот и оттуда вам и я как бы я сам был за рулем в этот раз и как раз и не поехал через борду чтобы заехать степанакерта не было так легче я почему-то подумал что у меня же destination шуша я думаю сейчас я если среди ночи доеду до шуши мне степанакерта же не дадут возможности проехаться вот и не пришлось вот через получается через агдам потом там аскеран ходжалы и спуститься уже до хангхэнди вот принципе вот так и еще хотел сказать одну очень интересную вещь на мой взгляд когда я был летом начале летом в июне вот в этом суга ушан и талыша оттуда вот с этих высот я не знаю ты видел или нет как на ладони город тертер ты наверно не обратил на это внимание я я разумеется я хорошо себе знаю тертер я тертер видел скажем так в двух ипостасях тертер опустевший без людей где страшная война где обстрелы постоянные где приходится реально ложиться на землю чтобы тебя не заделая осколками и тертер мирный это два конечно этот опыт то он так бьет по голове сильно не помню чтобы я смотрел на тертер как-то вот с возвышения я как раз таки с возвышения смотрел кажется на суга ушан вот я с него наблюдал это место понятно да там там стояли да там было много тогда вот от суга ушана когда ты едешь от суга ушана когда ты едешь по направлению именно к талышу я не знаю когда ты был я так понимаю там дороги были в ужасном состоянии сейчас они зеркальные я же те горе с нафталана до талыша я за 20 минут доехал и получается что ты там когда стоишь на вот в этой возвышенности весь город тебя на ладони и соответственно вот поэтому и были наверное такие вот удачные атаки армянских вооруженных сил тертер потому что им было как бы ну сподручнее я так понимаю военно бомбитель на этот город да это факт это факт там были обстрелы достаточно сильные самых самых переживал находясь там да ну и то есть по твоему рассказу видно что в общем то люди передвигаются свободно по этим территориям то есть я-то ездил в составе группы журналисткой до от мида ну как куда автобус едет туда я еду я не за рулем я на автобусе когда ты за рулем это это как как это работает это работает вот так значит ты получаешь этот разрешение на портале я прошу прощения у тебя его аудитории потому что я заболел как раз таки когда в карабахе и с этим разрешением которое вступает силу с 0 часов 0 1 минуты ты уже можешь пересекать эти посты это все ну то есть а вот на дорогах там смотрят например куда ты едешь может быть ты свернешь какое-нибудь там не то село плюс все же говорят о минной опасности то есть а вдруг ты съездишь на какую-то грунтовку там и случится несчастье есть такое или или в общем то контроля такого нету как раз таки такого контроля там вот уже когда я ехал ночью и получается вот этот первый пост я в 0 часов 0 1 минуту проехал и мне надо было ехать там потом эта дорога асфальт ну вот он же заканчивается и ты поднимаешься буквально по горам этим по грунтовке потому что они еще не проложили на дорогу вот и они очень очень хорошо смогли значит сориентировать водителя тем что они значит с правой и с левой стороны вдоль дороги сделали указатели завязали вот из вот ленточки там уже не ошибешься что вот эта грунтовая дорога который должен ехать и не сворачивать никуда хорошо как там скажем так с туристической инфраструктурой то есть ресторан ты показал жить там есть варианты или в общем то одна гостиница алюмируемого там две с гостиницей функционируют сейчас вот одна по моему называется карабах другая я честно говоря не запомню как она называется я вот узнавал честно говоря я начале хотел остаться в отеле потом когда я увидел кажется я помню что там было что-то связано с карибель-бюлем я говорю о ханкенде ханкенде два отеля тоже которые работают знаковая гостиница при армянах была называлась европа вот вот отель европа возле бывшего мида я думаю что она она прям возле она после возле бывшей президентской администрации с правой стороны находится такое небольшое белое здание она тоже там есть и я возможно все вышлю фотографию потом есть думаю надо восстановить кстати интересно как ресторан назывался потому что ресторан видно да был был знаковый тем более в таком месте да возле возле государственного учреждения наверняка это был непростой ресторан какой-нибудь да давай поговорим о современной жизни города потому что во первых когда меня впечатлили фонтанчики фонтанчики вот наши зрители не дадут собрать потому что они один в один как в ереване то есть в ереване по городу стоят вот такие питьевые фонтанчики ну видно что это это действительно это пулпулак те же самые армяне называют это пулпулак да 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 насколько я знаю в армении они много вот жизни современного ханкинди я так понимаю туда заехали студенты их там около тысячи человек да больше тысячи есть еще преподавательский состав но в общем те люди которые обслуживают университет вот как это на твой взгляд удалось город оживить как он вообще выглядит это выглядит как что-то искусственно заселенное или в общем-то жизнь на твой взгляд вернулась она вот в центре если на пятачке да вот то что где центральный парк и площадь там жизнь конечно кипит все когда туда ходят стороне университета тоже у меня сложилось впечатление не очень приятно я даже в конце видеоролика сказал что очень смешанные были чувства и действительно они были смешаны вот и конечно город постепенно заселяется вот помимо вот этих вот этого портала которым я говорил есть еще они государства выдает еще на постоянной основе разрешения посещать карабах и причем всю территорию карабаха да то есть и ханкинди и другие города и шушу и лачин и кельбаджар так далее не наверное вот студентам и тем кто постоянно живет и проживает работой так у него вот именно вот это вот разрешение ну безусловно те кто живут я тоже общался с возвращенцами в пизуле да с бывшими беженцами ну конечно у них есть разрешение они ездят и кстати сказать опять же здесь если нас простят за негативный момент бывает такое что мужчина привозит семью вот детей устраивает в школу а сам едет работать в боку то есть он буквально мотается туда-сюда потому что там работа хорошая видимо здесь здесь варианты работать коммунальной службе в полиции и учителем в школе а других вариантов и нет вот в общем то да да перемещение по городу насколько оно свободно потому что не знаю может быть там есть места куда нельзя ездить с какой стороны можно заехать выехать город вот это только нет 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 абсолютно заезжаешь с нескольких сторон в этот город потому что мы заехали с одной стороны выехали с другой стороны в шушу на обратном пути в принципе когда ты гуляешь по городу никаких ограничений тебе нет нигде ты можешь гулять не единственное ограничение это когда они видят камеру что ты начинаешь снимать и это распространяется не не на весь город естественно она значит памятники памятники то есть вот когда я снимал церковь и увидел этот момент нас полиция я видел конечно да что я бы как я чувствую логику чиновника логику цензуры скорее нужно запрещать снимать не памятники а как раз таки обычные дома потому что там вопросы то есть конечно вопрос который возникает неизбежно нет ли мародерство вот как сохраняется имущество вот поэтому вот на простые на самых простых жилых улицах вот как там кстати говоря вот меня смутил момент которые пустые многие многие дворы как я понимаю они полупустые ведь ты не можешь зателить все эти многоквартирные дома людьми вот они берут наверное там допустим условно какое-то управление по гигиене эпидемиологии который работает там вот этот вот состав они берут один дом размещают на своих работников соответственно те привозят своих свою семью там функционирует школа вот и они живут там но это не заселить все дома невозможно сейчас ну потому что вопрос о том город большой и город ну я не знаю сколько там 50 тысяч жила да или 60 тысяч порядка 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 смотря как считать конечно с окраинами с частным сектором но о чем на смотри президент азербайджана приезжал такой красивый район мы видели это видео да где там ему машут рукой это я так понимаю я узнал это просто от своих источников что это новый район да это студенческие общежития где живут преподаватели студенты насколько я понимаю это новый новое место я прав или не прав и насколько я понимаю это не не новое место оно было просто она отреставрированная вот и принципе там же вот и я вот когда начинаю говорить позади меня карабахский университет он был этот университет университет общежития где студенты живут а он уже позади него одинаковыми балкончиками такое место я да 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 это прям это прям рядом получается там насколько я понял возможно я ошибаюсь и могут значит да у нас поправить есть вообще такое явление как как заселение старых домов квартир просто это момент как ты понимаешь оно есть естественно да я сам ведь оставался в квартире которую мне сдали и явно же там кто-то видишь да то есть я оставался не в гостинице а именно квартире которую тебе сдали нет я оставался которую мне сдали потому что гостиница было дорого мне оставаться и мне было выгоднее взять подсуточно и люди мне сдали квартиру свою где они оставались а сами пошли к своим друзьям так скажем да с кем они работают остались там да то есть там уже даже есть рынок аренды квартир ну естественно ну более же естественно сложно сказать такое ну что значит это не это ты так думаешь что он пустой он не пустой он абсолютно не ну это так или иначе там живет порядка на мой взгляд как я вот ну вот чисто из своих ощущений там на постоянке живет более пяти тысяч человек сейчас это точно ого на ну да это точно учитывая что на всех типа в остальных населенных пунктах в карабахе я так понимаю физули вот что еще есть еще есть шуша агалы лачин садат гулиев из девичьей башни ведет статистику сколько заехала чтобы как бы просто записывать он насчитывает там типа восемь с половиной тысяч человек это из вернувшихся если вместе с если это много это достаточно много нет я понимаю но все эти физули джабраил и так далее это то что мы построили буквально вот это позавчера да то есть за эти четыре года а сам хангянде город был абсолютно нетронуты и все квартиры были как бы для пригодны для жизни а вот то есть вот так вот и и и хангянде это самый крупный насколько я помню город в нагорном карабахе разве нет условно какие варианты но был не в нагорном а рядом был агдам был но он был не в нагорном карабахе а в карабахе в равнинном вот и насколько мне известно был крупнее чем хангянде ну в разное время по-разному опять же мы знаем что даже в советское время были попытки заселить увеличить там одно население другое население ну вот да ну то есть я помню видео но распространялась соцсетях конечно на него армяне отреагировали очень негативно что вещи из квартиры выбрасывают вниз как будто бы очищают квартиру вот то есть это ты подтверждаешь что так или иначе туда заселяются люди то есть квартиры занимаются таком случае вопрос который вот мучает меня давно о котором я делал отдельное видео право собственности не сохранилось то есть мы можем констатировать что де-факто это не квартиры людей которые там жили теперь уже о каком вообще право собственности можно говорить когда у нас с ними была война когда одни выгнали других а потом другие когда мы победили другие не согласились жить в нашем составе и покинули карабах а какой право о каком праве собственности может идти речь правового аспекта вообще нет согласен правового аспекта нет но аспект правовой аспект появится только тогда когда возможно мы за 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 заключим мир с армении и договоримся по вот касательно вот этих гуманитарных вопросов в том числе а сейчас на следующий день о каком праве собственности а какой праве собственности может будем говорить и армянах которые покинули генджу которые покинули шумаху баку да и так же будем говорить об агентах последовательно и взаимно безусловно безусловно это так но конкретно о карабахе я так понимаю государство сначала по крайней мере вело такую риторику конкретно о карабахе нет не вело такую риторику после того как произошел массовый исход армян покажи мне один раз когда об этом заявили что возвращайтесь официально кроме рустама исмаилова еще нескольких людей об этом кто говорил ну так был же сайт на котором на который можно подать заявку и заявок было так мало этот сайт работал этот этот сайт работал буквально неполный месяц да по моему а причем в армении его блокировали он не работал в армении армении в шаху платят нам нам не впервой говорить о заблокированных сайтах заблокированным сайтом нас не напугать вот мало ли какой сайт где заблокируем при желании нужно было включить vpn при желании можно было включить vpn зарегистрироваться ну там было наверное Она ничтожная, может, вообще их не было, этих людей, которые желали на тот момент вернуться. А потом это все очень быстро забылось, и абсолютно поменялась риторика касательно возвращения армян, когда Ильхам Алиев заявил о том, что, в принципе, армяне Карабаха сделали свой выбор. Те, кто остались, они остались, а те, кто уехал, они уехали. Вот и все. И сейчас это будет увязывать логики с тем, что, если хотят возвращаться армяне Карабаха, наши бывшие жители Армении, беженцы из Армении тоже хотят возвращаться. Вот и все. Это такая, да, да, конечно же, да, эта риторика есть. Более того, просто беженцам из Армении, азербайджанцам им некуда вернуться, потому что, ну, просто, разумеется, не сохранилось никаких домов. Есть руины нескольких сел, там руины Софулу, они есть на картах, их можно рассмотреть. Это просто руины, домов нет. Дома, которые были там, например, в деревне или в копании, ну, конечно же, конечно же, они заняты кем-то. Ну, вынужденным переселенцам из Карабаха нашим, азербайджанским, ну, тоже некуда возвращаться. Вот они ждут и поэтапно заселяются отсюда, и вот всего лишь 8500, как ты заявил, за 4 года было переселено в Карабах, да, потому что нет жилья. Это физиолит, ты же сам видел, ты же ездил. И я не говорю уже об Агдаме и других городах. Ну, говорят, что когда будет заселен Агдам, тогда население сильно вырастет, потому что из Агдама хотят сделать что-то значимое. Вот, плюс туда уже есть известная дорога. Об Агдаме вообще, честно говоря, я не знаю, ты же все-таки следишь за нашими, да, вот с тряслами массовой информации, о нем мало говорят. Хотя это самый вот такой вот перспективный, да, скажем так, город, район, который, наверное, будет самый крупный в Карабахе. Ну, логично, ну, так он, видимо, они хотят сделать некие опорные точки в регионе, от которых будет потом расти экономика и население. А Агдам, он же, по сути, на окраине. А Агдам, он, ну, это край, скажем так, тех территорий, которые были под контролем армян. Достаточно близко. Он у подножия Нагорного, он у подножия вот этого Нагорья, Нагорной части Карабаха, и достаточно, в общем, большой, крупный район, Агдамский был, и большой был город. Наверное, они его будут, конечно, восстанавливать и делают на него какие-то, имеют свои планы. Вот так вот. Расскажи свои впечатления о людях, которые остались там. Я вот видел, что ты с ними поговорил, насколько свободно было с ними разговаривать. Потому что, я так понимаю, с одним человеком тебе дали поговорить, который... Не то, что дали, никто, во-первых, не знал. Я сейчас тебе объясню, как это вообще произошло, чисто случайно. Там вот, на той улице, где я остановился, мне вот эти вот ребята сказали, а, ты кто? Я сказал, что, в смысле, я вот журналист пришел, мне нужен как бы армия. А вот кто-то вот здесь вот живет, на втором этаже. Я говорю, вот и сюда. Я говорю, а можно поговорить? Да, устроимся. И с утра я, значит, выхожу, смотрю на балконе, сидит вот этот вот мужик, курит. Я говорю, здравствуйте, я из Баку. Он так-то, так-то, и я с ним разговаривался, можно взять интервью? Да, конечно, пожалуйста. И я сразу тут же... Я начал свою, значит, свои съемки в Карабахе с Миружана. С утра прям. Я поднялся к нему и заснял вот этот вот небольшой интервью. Но о какой свободе можно там говорить, я не знаю. Естественно, казалось, что это человек. Но в первую очередь он обижен на бывшее правительство Неприсанной Республики и на чиновников Карабаха. Я так понимаю, что он был полностью дезинтегрирован в это социальное пространство Карабаха на тот момент. Потому что он сам рассказывал, что он пять лет ему не давали газ, света у него не было. То есть это не о блокаде он говорил. Он рассказывал о тех годах, когда он там жил. И что он паркет сам топил в печи, чтобы согреться зимой. Потому что не было газа. Ну, я слушал его рассказ, конечно, с каким-то скепсисом. Ты сам говоришь, что он как будто бы специально хотел понравиться. И как будто бы специально... Да, да, да. Такое было. Это чувствовалось. Газ, свет не проводили. Сложно сказать почему. Но, видимо... Не, ну, наверное, у него были долги. Я об этом говорю, что, наверное, у него были какие-то долги за газ, за свет. И, возможно, ему поэтому и отрезали эту коммуникацию. То есть хочу сказать, что, в принципе, он там мало с кем общался. Как он сам сказал. Я не знаю. Это видно, такое ощущение асоциализированного человека, конечно, есть. У него, видимо, не только семьи. У него особенно просто друзей не было. Скорее всего, да. В принципе, он об этом и сказал. И второй момент, конечно же, понравится нашему слушателю, который будет слушать на канале нашем. И чтобы создало впечатление такого человека, который топит за Азербайджан. Потому что мы были правы. Он же начал свой рассказ с того, что виноваты армяне. И я уже не мог им как-то говорить. Я думал, пускай человек говорит то, что говорит, а люди делают. Я в конце сказал, что сделайте выводы сами. Мне ничего добавить. Мне действительно было нечего уже добавить. Но ощущения, конечно, такие остались у меня. Естественно. Но ты также рассказал в ролике, что хотел поговорить с еще одной армянской женщиной и не разрешили. Можно конкретнее? Кто не разрешил? Как это было, в каких обстоятельствах? Точно так же, да. Я у него спросил. Он сказал, что самостоятельно проживает только он и еще одна женщина. Она из Гадруского района. Галтю Лариса. Мы даже с ним прошлись. Я вот отрезок показал, что мы идем к ней. Мы направляемся после интервью. Нам не разрешили, значит, полиция. Вышла полиция сразу и сказала, что нельзя. Мне сказали, хорошо, тогда давайте без камеры. Я просто поговорю с ней. И они сказали, нет, нельзя. Ну, нельзя, нельзя. Как ты думаешь, это как-то связано с ее взглядами? Может быть, тебя... Тут два варианта, смотри, просматриваются. Либо если бы они узнали, что ты общаешься с Миружаном, они бы и это запретили? Либо же, либо же с Миружаном можно, а с ней нельзя. Вот, что хуже. В таком случае это открытая пропаганда. Нет, нет, нет. Нет, нет, с Миружаном можно, с ней нельзя. Это, если бы они узнали, что я и с Миружаном говорю, они бы меня тоже запретили. Так, помимо этого, я, значит, хотел Миружана на машину посадить и поехать к Ларисе. Ну, с палочкой. Он говорит, там, через квартал она на стороне церкви живет. Я говорю, давайте проедем. Он, да. И он так вот за этот замешкался немножко. Я говорю, ну да, так вам будет проще. Я говорю, садитесь. Мы со съемочной группой. Вот, и тем более я за рулем. И он сел в машину. И в этот момент соседский парень говорит, вы не сажайте его в машину. Я говорю, а что такое? Он говорит, что нельзя сажать машину, потому что, говорит, у вас полиция остановится и может вам предъявить, не знаю, там, массу каких-то обвинений. Вот вдруг с ним что-то случится. То есть армян, которые остались в городе, сдувают пылинки фактически. Не потому что они их любят, естественно, а потому что боятся, что сейчас что-то с ними произойдет. И получится, что скажут, что вот, видите, они армян живут в эфире из этих соображений. И тогда может, что он рассказывал, что словесные оскорбления были от каких-то людей. Были, да. Он говорит, что один раз было, значит, словесное оскорбление в магазине. И его никто не поддержал. Он как бы сам этот конфликт уладил. И потом всем вот этим новоприезжим людям сказали, что попробуйте, вы как бы троньте и подойдите к армянам. Вот из этого и пошло, что, в смысле, если вы к армянам подойдете, вообще не подходите к ним. Раз не можете с ними говорить, то вообще не подходите. Ведь пойми, Кирилл, дело в том, что одно дело, туда приезжает Рустам, да, и общается с условным миружаном. А другое дело, туда приезжают те, которые потеряли своих родных близких. Конечно, конечно. Ситуация острая. Или просто люди радикальных взглядов, что я тоже допускаю, имеют место быть. Правда, в меньшем количестве, конечно, но все. То есть, в принципе, вот когда он ходил по улице, все же знают, что он армянин. И вот соседи нормально с ним общаются. На азербайджанском говорят, они не знают русского. Он им отвечает на азербайджанском достаточно сносно. Можно понять то, что он отвечает. Он и по-русски говорил с трудом, заметил, наверное. Вот так вот. Хочу сказать, что, в принципе, никто на него драконом там не дышит. Но бывали, видимо, вот такие вот единичные случаи, о которых он рассказал. А кто его соседи? Тоже люди, которые заселились в квартиры? Ну да. Меня удивило, что он занял чью-то квартиру. То есть, он не живет в своей квартире, а занял какую-то чужую. Это так принято? То есть, это тамошняя норма? Я не знаю, принято это или не принято. Я не знаю, честно говоря, что они там практикуют. Но дело в том, что он объяснил это тем, что... Ведь я не знал, что это не его квартира. Я думаю, я к нему иду в квартиру. А он говорит, что моя квартира вот эта. Он мне потом ее показал. Как бы рядом. Но из-за того, что она непригодна для жизни, фактически. Вот он топил, значит, с паркетом. Ну что ты хочешь, если человек топил пять лет паркетом? Ну конечно, конечно. Я не за то, чтобы кто-то жил в ужасном условии. Да. И он решил, что пустует. Я зайду сюда и буду здесь жить. Вот и все. Ну понятно. А наше тамошнее руководство как бы не воспротивилось этому. Ну, заходи, живи. Я слышал и такие точки зрения в Азербайджане, что буквально весь город нужно стесни и построить все новое. Потому что жить там, где жили армяне, значит, как-то некомфортно, не принято. Вот сносятся дома, строится на них вместе что-то новое? Или, в принципе, вот... Да нет, нет, вообще ничего не сносится. Сносится одно вот этот вот комплекс зданий, как я понимаю, которые были вот... Парламент это был или что это было? Со стеклянным куполом. Куполом, да. Со стеклянным или вообще... Да, это вкусовщина. Некоторые говорят, что ужасное и отвратительное. Надо снести. При этом, вроде бы, насчет аэропорта, который в Хаджалы, аэропорт стоит и говорят, что будет принимать рейсы. Я не слышал, что... Нет, ничего. Сносить ничего не будут. Снесли только вот это вот здание. Я там поспрашивал, сказали, что только вот это здание. Больше ничего сносить там не будут. Там, наоборот, будут строить, застраивать и как бы расширять город. Я понимаю. А сносить там ничего не собираются. Там очень хорошие, добротные дома, нормальные. Для меня это маленький город, ты понимаешь, наверное, да? То есть после Баку... Но это даже не наш какой-то поселок. Ну, как бы по ощущениям это мало отличается, например, от, не знаю, Борды и Гянджи. В общем-то, похоже. Борда тоже невысокий город. Гянджа... Мне Хан Кианды не напомнил ни один наш азербайджанский город. Может быть, потому что он такой вот, скажем так, с холмами, с перепадами высот? Сама архитектура мне не напомнила. Он красивый город. Он очень самобытный город. Там есть свой дух. Но на наши города, вот остальные, там, допустим, он, который ты сказал, на Гянджу, вот, он на Борду, ну, не похож, я не знаю. Вот, это другой город. Вот, красивый город, но маленький город. Вот, как-то все маленькое было в этом Карабахе, в принципе. Ну, да, 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 да. Вот, что называется для протокола. 16 человек было сказано, что, значит, 14 в приюте, двое самостоятельно. Были слухи про каких-то еще жителей, которые живут в селе. Я вот, например, слышал от уехавших армян, что, значит, в Малыбиле есть женщина, и вот у нее якобы есть собачий приют. И она осталась, потому что у нее собаки. А, но она не армянка, речь идет об армянах. А она не армянка, она русская. А, то есть, эта история тебе известна, просто то, что она, ну, она наполовину, насколько я знаю, вот, армянка. Насколько я знаю, она русская, а у нее нет, у нее нет. Я спрашивал у самих карабахцев, которые сейчас живут в Ереване, и они мне говорили о том, что нет, она русская, у нее никаких нету корней армянских, она русская. Вот, и она шла там. До недавнего времени там был украинец Сергей Огольцов, да, вот, с ним делали интервью. Я тоже, надеюсь, с ним как-нибудь пообщаться. Вот, ну, то есть, скажем так, большая разница, да, как бы, армянин карабахский или человек другого этноса, живущий в Карабахе, да, это русский, украинец, либо кто-либо еще. Ну, не знаю, для меня никакой разницы, честно говоря, нет, люди как люди, но, как я понимаю, вот, когда делается акцент на то, что сколько осталось армян, подразумевают не людей, проживающих вообще в Карабахе, да, которые остались после конфликта, а именно армян. Если об армянах говорить, то я так понял, что 14 человек проживают в приюте, да, и 2 человека не захотели в приюте, хотя вот той же женщине, с которой я вот поговорил, Лариса, ей 72 года, но она не захотела в приюте, она сказала, я буду жить самостоятельно, ей дали эту возможность. Остальные захотели в приюте, потому что им там удобнее. А все-таки, если брать общее число людей, которые остались, если их не 16, то сколько, 17 или больше? Ну, я думаю, нет, там 16, не больше, не меньше. Ну, понятно. Ну, а может быть, я не знаю, честно говоря, то есть я, опять-таки, со слов вот именно вот этого человека, Миружана, делаю вывод, что там 16 человек. Ну, да, кажется, в протоколе ООН, который приезжал сразу после, значит, событий сентября-октября, там было что-то, что около 50, там, как-то очень странно написано, от 50 до 1000, ну, типа 50 мы видели. Нет, там было 58, вот после вот уже завершения такого исхода, да, когда уже завершился этот массовый исход, насколько мне не изменяет память, вот как раз-таки по вот мониторингу ООН, там было 58 человек. А потом они потихонечку тоже начали уезжать. Там, вот я помню, был муж с женой, они уехали, потом еще кто-то был, они уехали, вот так вот, да, то есть люди все-таки решили покинуть Карабах. Это говорит о том, что все же им было сложно. Сергей Огольцов рассказывал, что он едва-едва не получил азербайджанский паспорт, что ему прям предложили, но он отказался и уехал в Ереван. Те люди, с которыми ты общался, давали ли им азербайджанские паспорта, они, скажем так, в процессе рассмотрения или нет? Будет ли им предоставлено азербайджанское гражданство? Не думаю. Нет, я не думаю, что им будет предоставлено азербайджанское гражданство. Чисто мое мнение, что... Ну, подожди, когда он говорил о пенсии, давайте здесь поясним нашему, я в своем ролике не понимаю, когда он говорил о пенсии, то, что ему приносят 330 манат, и которую, кстати говоря, он сказал, что два месяца уже за второй месяц задерживают, это же не азербайджанское правительство, это ему дает Красный Крест. Да, это важно, это важно. Красный Крест, а задерживают, скорее всего, почему? Потому что Красный Крест закрыли представительство в Степанакерте, в Ханкинди, раньше оно там было просто, а сейчас его закрыли, и его перенесли в Борду. А из Борды ехать не каждый раз ездят эти международные сотрудники, поэтому, может быть, поэтому задержка. Он говорит о том, что ему приносят еду, и она мне сказала, что мне еду, то есть еду им дает, потом ему сигареты, вот мы стояли общались, смотрю, там мужик какой-то подошел, он наш, и ему пачку сигарет дал. То есть вот так, да, и тот ему спасибо, спасибо, и ушел. Да то есть, я так понимаю, что и люди там, в принципе, вражески к нему не настроены, ни к нему, ни к ней. У нее там вокруг, вот там, где она живет, она живет, если ты увидел в таком каком-то полуподвальном, ну, цокольный, да, называется это этаж? Как-то вот такой он был, не первый этаж, вот, и у нее перед входом там цветочки. Она, кстати, вот эти вот цветы, сажает эти цветы, дарит кому-то. То есть вот так вот. Ну да, да. Я лично хочу сказать, что я сочувствую очень этим людям, которые там остались, потому что они, и чувствуется, что они там как бы, ну, не совсем что ли желанные, можно так сказать. Ну, я почувствовал, что, в смысле, если бы, наверное, там бы произошло так, что осталось массово кто-то, да, ведь я не мог представить, что все армяне, все 100 тысяч покинут Карабах. Мне казалось, что там какой-то процент, ну, хотя бы тысяч 10, наверное, останется. Не остались. И вот если бы вот эти 10 тысяч остались, там бы другая была бы картина. Ну, безусловно. Но, будем честны, скорее всего, там был бы куда жестче полицейский режим. Скорее всего, там бы... Нет, ну... Их охраняли бы, и не пускали. Их охраняли бы, и не пускали. Их охраняли бы, там было бы... Не от них, а, скорее всего, их, да. Я бы не смог туда поехать уж точно сейчас, как и многие, я так думаю. Хотя, может быть, там какое-то как-то бы сделано. Я не знаю, да. То есть, ты понимаешь, ведь помимо всего этого, да, помимо вот этого затяжного конфликта, он же оставил очень много разных фобий. И у нас, и у них, понимаешь? И с этим надо что-то делать, с этим надо как-то работать. А с этим кто работает? Никто не хочет работать. Да, ну, давай вернемся к документам. Все-таки люди же должны как-то жить с каким-то правовым статусом на территории страны. То есть, хотя бы ВНЖ, либо, я не знаю, что-то. Что-то в Азербайджане. Просто ж нельзя жить в Азербайджане без ничего. Плюс к тому, вот что меня еще волнует. Ладно, паспорт. Предположим, без паспорта можно жить, если ты там с каким-то особым статусом, да. Вот. А Гольцов рассказывал, что нет у людей мобильной связи. То есть, нет интернета, а это базовое право человека. В современном мире это базовое право человека, доступ к информации. У них его нет, да? Нету телефона. Нету, нету. Это ужасно. Да, это как-то... Нету ни телефона, я не увидел ни этого. И он мне сказал, у меня только приемник. И действительно, у него был только приемник дома, которого он слушал. И в самом начале, когда вот мы заходим в квартиру, если ты услышал, там играет музыка громко, стоял приемник, он слушал этот приемник радио. В целом проблема дать людям интернет. Они что-то не то расскажут? Я не знаю. То есть, возможно, предостережения какие-то есть. Ну, ты понимаешь, как вот они остались, и вот сейчас, я так понимаю, наше правительство, во-первых, не в восторге, наверное, все-таки от того, что вот эти не ушли. Если бы они ушли, вообще была бы сказка. А потом бы уже, наверное, как-то бы решался этот вопрос. А с другой стороны, они захотели остаться. И наши их оставили. И сказали, окей, да, в принципе, это ваше право, оставайтесь. То есть, с одной стороны, я понимаю на правительство в отношении того, что, допустим, их не тронули, им дали возможность остаться. Но сейчас, вы понимаете, как? Ситуация же какая. Вот только что, только что в Фейсбуке я очень сильно, значит, поругался с одной отвратительной женщиной, которая вот всегда вот ядом дышит, понимаешь, в комментариях. Вот это вот, она сейчас, наверное, страница. Начала она сама карабахская, армянка. И вот типа, ой, что ты снял? Ой, типа, это заказ, это то, это пятое, десятое. То есть, вот, иногда вот смотришь вот на реакцию людей, и вообще ничего не хочется делать, опускаются руки, да? Ну да, да, есть такое. А если мы посмотрим на, вот, именно со стороны правительства на это все, то им, конечно, было бы проще, если бы они, все бы уехали. И никто бы, честно говоря. Ну да, но я не вижу никакого вреда от того, что эти люди получат доступ в интернет. Это какой-то самый страшный вред для Азербайджана, который можно передумать. Нет, ну здрасте. Ты получаешь доступ к интернету, Кирилл Кривошеев начинает названивать, начинает выяснять, задавать вопросы такие. Да, понимаешь? То есть, а зачем это Кирилл Кривошеев, будут какие-то справочки на войти? Ну, понятно. Ты понимаешь? Да, то есть, ведь мы же живем в стране, где и проблема есть и со свободой слова, со свободой печати и так далее. Ты же понимаешь? Да, да, да. Я помню, я находился в этой стране, когда было военное положение, были заблокированы соцсети, но при этом ими все пользовались. Все пользовались абсолютно. Ну да, абсолютно, да, все пользовались. Я помню, я сам подключал вот этот вот VPN, чтобы быть в курсе событий, а потому что как-то нет социальных сетей. Мы же привыкли к этому все. Вот на это время они это сделали, но это они объяснили тем, что кто-то какие-то координаты передает. Я не знаю уже. То есть, это вот... Ну, теоретически это возможно, но, скорее всего, скорее всего передавали какие-то... Самое главное, самое главное, я хочу сказать одну вещь. Когда нас остановила полиция, что типа нельзя и все такое, снимать эту церковь, да, ну, я начал спрашивать, почему, ну, а что может ответить полицейский, в принципе, там, сержант? Он говорит, потому. Вот его весь ответ. А потом я спустился, когда я хотел прямо возле церкви сделать, как бы сказать, что вот, уважаемые подписчики, вы видите, за моей спиной сейчас находится та самая церковь в центре города и, значит, крест на месте. И в этот момент я смотрю, как бы я уже понимаю, что там происходит какая-то вот эта вот операция. Я, естественно, снимаю микрофон и говорю, в чем дело? Снимать нельзя. Кто такой? Я говорю, что я... А вы не понимаете, говорит, вот был какой-то блогер, вот он пришел, и... А человек гражданский, ну, я уже понимаю, кто это, что, в смысле, вот пришел какой-то блогер наш азербайджаноязычный, он там наснимал, армянские, значит, паблики расхватали его, нарезали этот материал, сделали из него, я не знаю, какие-то чудовищные кадры, подают сейчас все в совершенно ином свете, здесь я с ним согласен. Ух, я был таким российским блогером, который снял, вот, скажем так, оглумление над домами в Сугавышане и Талыша и показал это. Это, да, и репостили армянские паблики, безусловно. Да. Ну, что сделать, если я снял, как оно было? Да, да, да. Это другой вопрос. А другой вопрос, сейчас к ним вернемся. А им это надо сейчас? Им это явно, да, сейчас? Власть есть власть, да. Власть есть власть. Поэтому, естественно, я здесь сделал стоп, и я понял, что он все-таки прав. Потому что, вот, условные аэреги, аэропетяны, которые вот со мной в перепалки вступают, да, они только вот хотят вот показать именно вот эту вот черную часть. Естественно, она есть. Ее много, она в большинстве. У нас конфликт. Конфликт был очень кровавый. У нас ненависть по отношению, ну, большинство по отношению к другому, да, и у них, и у нас. То есть, что скрывать? Естественно, это все имеет место. Но когда ты хочешь, как бы, показать немного другую сторону, вот, а получается так, что ты, как бы, играешь на руку той стороне, честно говоря, оставаться, конечно же, равноудаленным к этому конфликту очень сложно, когда ты азербайджанец, либо когда ты армянин. Понимаешь? Вот. Но я, во всяком случае, стараюсь это сделать. Потому что я понимаю, что и тут, и там, как бы, у всех, во-первых, есть, как бы, эмоции, чувства. Вот. И каждый там считает это своей родиной и своим правом. Вот. И поэтому, раз уж, как бы, я взялся за то, чтобы свести людей в какой-то вот дискуссионный такой вот канал, да, то я получаю, как бы, по заслугам. Но когда это переводится вот именно вот в негативную сторону, меня это, конечно, очень обижает и настораживает. И точно так же, наверное, можно понять и, значит, чиновников нашего правительства, которые говорят, что, слушайте, давайте пока сейчас мы это не будем делать. Ну да. Они абсолютно нормально со мной вообще. Когда я подъехал к братской могиле, а потом, когда я вот с ним поговорил, я говорю, что, вы понимаете, я говорю, приехать, я говорю, в Ханки-Анды и не снимать ничего. Он говорит, я не говорю вам не снимать. Идите снимайте город, сколько хотите. Но, говорит, оставьте в покое церковь, оставьте в покое, что там мне там еще сказали. Говорит, идите татик-папик снимите. Да? А потом, когда я подъехал, значит, к кладбищу, я хотел снять кладбище. А оно охраняется. Туда нельзя. Туда остановить машину даже нельзя. Не то, что пройтись. Остановить машину. Ты вообще был в этом городе? В Ханки-Анды? Нет, 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 нет. Ну, кладбище, ну, слушай, я был на разных кладбищах, и более того, я слышал истории про разные кладбища. Например, Эльдар Зейналов, значит, азербайджанский правозащитник, был там при армянах, он снимал кладбище азербайджанское, Шуше, и потом, когда он приехал, он показал целые, кстати говоря, могилы, вот, ему сказали, что он лжет, вот, что, значит, ты, значит, играешь на стороне армян. Вот, он не лгал, ну, как бы, ну, как, он не лгал про это кладбище, а другие кладбища были разрушены, я видел разрушенные кладбища в других местах, в коробах. Вот, поэтому, что сказать, все было, все было, действительно, там, что на кладбище пасли коров, ну, было, было и такое. Вот, ну, что, черные стороны, если смотреть, для меня, вот, если честно, из твоего рассказа, из своего фильма, черная сторона, ну, все-таки то, что то, что занимают квартиры, на мой взгляд, это неправильно. То есть, надо было попробовать сохранить права собственности хотя бы, то есть, сделать какой-то особый правовой режим, чтобы люди могли предоставить армянские. Нет этого правового аспекта, я, опять-таки, возвращаюсь к исходному нашему с тобой разговору о том, что, как они бы это оставили, когда нет этого правового аспекта. Если бы он присутствовал, да, то я согласен, конечно. Законы пишутся, а его нет. Можно написать. Я понимаю, что значит написать? Кто сейчас будет сидеть, писать какую-то правовую, значит, там, преамбулу какого-то этого, что о том, что квартиры должны быть там. Во-первых, эти квартиры все, как я понимаю, их все обыскали на наличие оружия. Да, это правда. Более того, я знаю, что люди оставили оружие, они мне это рассказывали. Они оставили. все квартиры распечатаны, произошел обыск, изъято оружие, каждый раз об этом как бы заявляется. Как я понимаю, происходит еще, как бы, находят какие-то там, я не знаю, в подвалах оружие и так далее. Это все фиксируется. можно сделать документ. Нет, они должны их запечатать. Можно сделать документ. Мы не признаем, разумеется, республику Арцах, они не признавали и не признают, но мы признаем имущественные документы, выданные республикой Арцах, вот, с такого-то, по такой-то период. Не будет этого никогда. Не будет этого. Ты говоришь о совершенно каких-то взаимоисключающих моментах. Во-первых, Арцах не признают Арцах, который самораспустился с 1 января этого года. Безусловно. Это во-первых. Во-вторых, говорить о том, что имущественные документы, они должны, во-первых, должна была быть создана совместная комиссия, если мы говорим о правовом аспекте. Совместная комиссия, которая бы проводила инвентаризацию, опись и так далее. На каком основании у этого человека есть купчая, да? Ведь, помимо этого всего прочего, там какие большие есть особняки? Они же чьи-то, были чьи-то эти особняки. Кстати, в этих особняках они пустуют. Потому что я вот так вот посмотрел, там жизни нет. Вот. А вот квартирам граждан, обычных граждан, конечно, вопросов много. Я согласен с тобой. С моральной точки зрения, конечно, это не правильно. я с тобой полностью согласен. Но ты пойми, что они не могли запечатать эти квартиры, которые напичканы бог весь чем. Конечно, большинство квартир это были обычные квартиры. Но среди этих квартир были и те квартиры, которые были, содержалось оружие. И, соответственно, наверняка, то есть состояние войны. Наверняка, но где-то и закопано. Явно, явно. Это ведь все сейчас проводятся экспертизы и так далее. Поэтому я не оправдываю эти шаги. Но я говорю о том, что поступить по-другому в наших условиях было невозможно. все квартиры распечатаны и любого человека здравомыслящего спроси о том, что как бы он поступил. Точно так поступило бы и армянское правительство. Распечатать одна вещь, а другое дело ее заселить. Вот. Слушай, заселить или не заселить, наверное, это уже они считают, что это суверенное право азербайджанского государства. Я понимаю, здесь моральный аспект есть. Я с тобой полностью согласен. Конечно, понимая то, что этой мебелью пользовались другие люди, этот дом был, у него своя история, здесь своя семья и так далее. То есть, это все очень понятно. Я это прекрасно понимаю. Но эмоциями никто не руководствуется. Ну, опять же, а ты не знаешь, когда люди заселяются, они же вряд ли получают этот дом в собственность, эту квартиру в собственность, а не это пользование, так или иначе, то, что называется социальный найм. Нет, это социальный найм. Действительно, никуда в собственности не можно получить. Они сегодня живут, завтра они закончили там свою работу, условно, уехали оттуда, все, эта квартира не их. И все. Вот мне интересно на самом деле. Я пытался об этом писать в своих материалах, изучать эту тему, ее пока нет. То есть, пока что действительно главным, ну, можно сказать, что вот на территории Карабаха действует некий социализм, потому что там нету частной собственности. Там всем руководствуется государство, оно передает, отдает. Когда туда придет частная собственность, когда там будут, грубо говоря, скупать землю, там, я не знаю, сельхоз угодья, вот это может начаться интересным. Имеется в виду, ты говоришь именно о той части Карабаха, где проживало армянское население. Это Ханки-Анды, да, вот там Мартуни, вот эти вот Ходж-Армян. Не только, понимаешь, сейчас землями в Зангеланском районе не владеет никто. Ими владеет государство, ими владеет холдинг, который вот, значит, построил там агрокомплекс в селе Агалы. А когда обычные фермеры получат возможность ее скупать, понятное дело, что в первую очередь это будут самые богатые люди, олигархи. Естественно. Ну вот, капитализм так работает. Вот, а смогут ли обычные люди приобрести участок, а какая там будет, а кто определяет цену, вот как ты определишь стоимость земли в Дебраильском районе сейчас? Сколько она стоит? Ну, они же объявили эту зону свободной экономики, да, то есть, да, вот я не знаю, по какому критерию там определяется вообще ценовая политика, вот, но мне кажется, что это будет не какие-то высокие цены. Но об этом еще рано говорить. Ну да, да, да. Вот право собственности, оно, да, и касательно вот самой вот этой вот части, где проживало армянское население, наверное, все-таки наши не могут это сделать. Ваше право собственности никто не отменял. Совершенно верно. Они в любой момент могут запросить свою собственность обратно. Ну, условно, у карабахского армянина есть российский паспорт. Он через Россию приезжает и говорит, я россиянин. Ну что, да. Но у меня в Карабахе есть дом. Ну что, и что ты скажешь ему? Ну, вопрос признания документов. То есть, признаете ли вы вот его документы на дом? Каким государством они выданы? Скорее всего, Нагорно-Карабахской республикой. Вот, тогда пойди с этим документом и это самое. Но, опять-таки, это я так говорю. Может быть, там будет какой-то, я не знаю, ведь наши, они проводят инвентаризацию, а на основании чего? Там же остались какие-то документы, правда? Да, безусловно, но... Говорить о том, что это было легитимно или нелегитимно, это уже не имеет никакого отношения, потому что там было де-факто свое государство в течение 30 лет. Ну, де-факто, безусловно. Да, и закрыть на это глаза же невозможно. У них были свои государственные институты и так далее, которые работали. Поэтому я считаю, что эти все вопросы, они имеют гуманитарный характер и они должны обсуждаться уже после нормализации. Подписание мирного договора? Безусловно. Безусловно. До этого они не могут быть обсуждены. Да, пока мы знаем, что два буквально дела, да, вот... Кстати, один из пунктов, значит, один из пунктов соглашения, мирного соглашения, да, это отказ от взаимных исков, судебных исков. То есть, условно, если подписывается мирный договор, первый пункт это отказ от судебных исков, а это означает, что не азербайджанцы не будут подавать судебные иски на Армению, не Армении не будут подавать судебные иски на Азербайджан. Откровенно говоря, в любом случае нет судебного органа, который может эти иски рассмотреть. То есть ЕСПЧ для этого не подходит, потому что... ЕСПЧ не могут рассмотреть это, но они могут сказать, что нету достаточно материала. ЕСПЧ выносил уже по аналогичным делам, но ЕСПЧ безумно медленный. Там рассмотрение дела идет лет 7. Вот. И разумеется, одного дела. А представь, если их будет 100 тысяч. ЕСПЧ просто забьют делами. Ничего не получится. Нет, это гиблый вариант. Поэтому эти вопросы, они... Я еще раз хочу сказать, что нужно сейчас зерна от плевел разделить. Есть политический момент, есть гуманитарный момент. К сожалению, то, что гуманитарно, она идет все-таки на втором плане. Потому что как бы... Я понимаю, мы все люди, мы руководственные эмоциями и так далее. Нам всем обидно, что там кто-то остается вот так. Но у нас, если взять наших беженцев, то же самое, а им вообще возвращаться некуда, потому что в их домах не жили, а их дома просто разрушили. И сам это прекрасно видел, все эти разрушенные города. Об этом можно говорить только после заключения мирного договора. Что ж, хорошо, Рустам, спасибо огромное за беседу. По-моему, получилось очень интересно. Я всем зрителям, конечно же, советую посмотреть твой фильм. Дай бог, будет еще. На самом деле, интересно, как там будут жить студенты, какая у них там будет среда, получится ли что-то действительно сделать город живым. И, конечно же, право людей на собственность, это вопрос, который, тем не менее, не перестает беспокоить. Это важная вещь. Спасибо еще раз за эту беседу. Спасибо. Спасибо. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok